Сегодня мы решили продолжить наше начинание со словарем. Это дело вообще очень хорошее, потому что разбирание с терминологией помогает разобраться с тонкостями, с понятийными. В прошлый раз мы обсуждали термин сознания, пытались понять, сколько там у нас понятий за ним кроется. Сегодня, по предложению Булата, мы начинаем разбираться с такими терминами, как разум, рассудок, интеллект. Во многих случаях, очень во многих случаях, можно использовать их как синоним. То есть, если просто говорится о мышлении, скажем, вот жизнь, вот есть биологическая жизнь, а человек разумный. У него есть рассудок, разум, интеллект, мышление, все это можно использовать как синонимы, особо не различая. Но в некоторых случаях, мне кажется, что имеет смысл различать эти термины и обозначать им разные понятия. Ну, прежде всего, одно различение нам исторически предложил уже Гегель. То есть, он четко различал рассудок и разум. То есть, если не четко по Гегелю, а вот как это устоялось уже в 20-21 веке, то есть, под рассудком мы понимаем нечто формальное, формально здравомыслящее, формально логическое, а разум – это нечто, не сводящееся к формальным рассуждениям, нечто обзирающее мышление целиком, как тотальность и генерящее некие новые понятия. То есть, рассудок не может генерить новые понятия, он может только делать логические выводы. Но это рассказывает, как я понимаю, то есть, мы сейчас еще будем все это обсуждать. А разум – нечто настоящее над рассудком. Тут у нас оказывается в стороне термин «интеллект». Во многих случаях, вот по мне, я бы разум и интеллект превоспоминял как синонимы. Хотя, хотя, можно различить. То есть, скажем, если мы начнем говорить о сравнении восточного мышления и западного мышления, то мы скажем, что ученый, мыслитель западный обладает интеллектом, разумом и интеллектом. То, когда мы будем говорить о мудреце восточном, восточном мыслителе, мы не скажем, что он обладает интеллектом. То есть, как-то вот не вяжется. То есть интеллект – нечто в данном случае не тождественное разуму. И разницу, наверное, я бы очертил так, что интеллект прежде всего заточен на продукт, на интеллектуальный продукт какой-то, в отличие от разума. Разум может и не иметь конкретного продукта, некой мыслительной инновации, некой теории. А вот интеллект, когда мы говорим просто даже интеллектуальная работа, он работник интеллектуального труда, он интеллектуальный человек. Мы подразумеваем, что он занимается чем-то, что на выходе дает нам некий интеллектуальный продукт, теорию, новые знания какие-то, что разум, в принципе, не подразумевает. И если говорить именно о западном мышлении, то да, можно различать рассудок и интеллект. Рассудочное мышление, рассудочные операции, обычные логические операции и бытовые, здравомысленные, а интеллектуальные, те, которые требуют неких дополнительных усилий, неформализируемых, и в результате которых появляются новые интеллектуальные ценности. Рассудок не подразумевает этого. Ну и еще, наверное, разница между интеллектом и рассудком, что предметом для рассудочного мышления являются обыденные явления, обыденная жизнь, то есть это инженерное мышление, бытовое мышление. То есть если мы говорим об интеллектуальном мышлении, об интеллекте, то предметом являются некие понятия, то есть некое, скажем, научные, философские, но не бытовые. Да, несколько раз я произвел слово мышление, оно, конечно, в этом ряду, то есть в этой связке, но, наверное, его не стоит мешать с, вот в этой иерархии, там, скажем, рассудок-разум, рассудок-интеллект. Оно, я бы так сказал, что это некое обобщающее понятие, то есть фиксирующее некую деятельность, некую деятельность человека с понятиями, с терминами, с логическими операциями мышления, тотальную, которая и интеллектуальная деятельность, она мыслительная деятельность, и рассудочная деятельность, она мыслительная деятельность. То есть это некий процесс, о котором мы можем только сказать, что что-то там у нас происходит, некое мышление и рассудочное, и разумное, и интеллектуальное. Вот, скажем, интеллектуальное мышление плохо звучит. Разумное, рассудочное, наверное, да? Больше. Не, ну можно было бы сказать, что мышление это родовое понятие для всех каких-то... Оно не родовое понятие. Видовое понятие. Оно не родовое, то есть это... Они все-таки на разном уровне. Одно дело деятельность, а другое дело уровень этой деятельности. Скажем, вот да, наверное, рассудок, разум, интеллект определяет уровень этой деятельности, а мышление – это вот некая деятельность. Мышление называют и деятельность, и саму тотальность, внутри которой эта деятельность совершается. Ну да, когда мы говорим, что, скажем, живой организм не мыслит, а вот этот мыслит, мы поджимаем некую тотальность. Что вот чем-то они отличаются, как что-то, вот какие-то процессы у животных нет, ну, скажем, у высших, не будем брать высших так, в среднем, нет, а у человека есть некое мышление, да. Ну, иногда, когда мы расстраиваем животных и человека, и хомо саппиенс, мы можем говорить, есть разум, нет разума, да, есть интеллект, нет интеллекта, то есть вот когда синонимы, когда вот крупные сравнения идут, тогда и мышление, и разум, и рассудок, они, в принципе, могут восприниматься как синонимы. Но если разбираться именно, чем отличается человеческая деятельность, внутри человеческая деятельность, рассудок от разума, вот, и еще от интеллекта. Можно вспомнить определение Канта, ведь, да, у тебя определение Канта, рассудок, собственно, как Канн первый ввел в различии рассудок и разум, немецкие философии, по крайней мере, да, и у него получалось так, что рассудок это вот формальное применение мышления в отношении опыта. А разум это просто чистое применение мышления, то есть мышление в своей чистоте образует некую сферу разума, да, а рассудок это применение того же самого мышления, того же самого, что, вы заметите, просто в отношении опыта. Ну, здесь стоит задать вопрос Канту, а опыт подразумевается в смысле с предметами, вот, потому что опыт мышления, мышление это тоже опыт. Ну, у него имелся в виду, конечно, опыт с предметами, да, с вещами. Ну, опыт восприятия, то есть опыт внешнего восприятия имелся в виду, то есть, да, внешними объектами оперирования. Потому что он пытался обосновать, как возможно, собственно, естественно, знание и математики. Он, исходя из того, что, поскольку вот опыт, он, возможно, основанием опыта. То есть, когда мы... Применяем мышление. Мышление и тут, и там, всё мышление. Это мышление. Да. Способность мышления одна и та же, просто способ её применения разные. Он и говорит, что это опытное примение мышления, оно обоснованное, и, собственно, это доказывает, да. А чистое применение мышления, оно не имеет опоры никакой, да, и оно, как бы, запутывается, там, во всяком виде проблемам. Там, антиномик, там, и прочее. То есть, вот, как бы, собственно, мышление, получается, некого рода стихия, А различие рассудка и разума – это только различие способов применения способностей в этой стихии. У Гегель же тоже стартует рассудка. Но с другой стороны было. Если, скажем, сидит математик или физик, и он занимается не опытом, не вещами, не объектами, которые даны вне, а какими-то концептами, идеями, теориями, но при этом даже в этой деятельности может быть и разумная, и рассудочная. То есть он может просто решать некоторое уравнение, и это будет рассудочная деятельность. Он говорит, что математик не может не использовать внешнее это чувство в виде чистого пространства и времени. То есть математическое мышление – это тоже не вполне чистое мышление. Это мышление, опирающееся на восприятие, на созерцание, только на чистое созерцание. Это понятно, что в данном случае смесь всегда есть, но ограничивать те, что опыт не опыт – это не грань. Скорее всего, здесь грань проходит формальная логика и неформальная логика. Откуда вообще вопрос такой? Он хотел обосновать, возможно ли метафизика? Ну понятно, понятно. Он сказал, что здесь возможности сознания математики обосновала, а метафизика возможна, и выяснилось на самом деле, что в том же смысле, в каком возможно математике, естественно, невозможно. Она возможна в каком-то другом регулятивном смысле. Собственно, как бы на метафизике вроде как крест поставил. А как раз Гегель стартует, что это физика возможна, и в том самом широком смысле, каких там ставят вопросы о Боге, о мире как целое, и о субъекте. То есть вся эта метафизика, согласно Гегелю, возможно, всего того, что существует разум, и его применение, на самом деле, внутри своей чистоты, и дает некое новое превращение стержания. Давайте разберемся, вот здесь, что я хочу сказать. То есть по Гегелю получается так, что любое метафизическое мышление разумно. Да. А я ставлю вопрос, но если, ну вот у нас, скажем, там же на философском штурме куча народа занимается метафизическими проблемами, и обсуждают, и мы можем ли сказать, что вот у этого, хоть он и метафизику обсуждает, но мышление у него рассудочное-рассудочное, а у этого разумное. То есть сам предмет не задает различия между разумом и рассудком. Другой вопрос, можем ли мы... Нет, я вот этот вопрос и ставлю, что действительно погибли так. Две ли это способности, да, или это одна способность? Нет. Есть разумная способность, есть способность рассудить. Две ли это способности, или это одна способность? Давайте все-таки стерим. Способность, в данном случае как-то вот меня смущает слово. То есть есть... Правильно, поэтому способность одна. Способность мышления. Ну, деятельность мышления. Ну, способность, давайте способность. Применение этой способности разное, оно либо обусловлено какими-то условиями, например, опытом, либо ничем не обусловлено, просто в своей чистоте. Так вот вопрос, в своей чистоте, в метафизике, мы можем различить рассудочное и разумное все равно? Мы же, когда Канн так рассуждает, в каком-то смысле он метафизирует, занимается метафизик, и он же различает внутри своего трактата эти способности. Кто понял мой вопрос? Да, можем. Можем, то есть, вот обращение к опыту, это не есть граница между, то есть, как будто метафизика только разумная, а не метафизика опытная, это рассудочное. Вот у нас уважаемый другой философ, о котором еще не говорили, Фихтер, он берет от полную точку фактов сознания, от полную точку философии. Он говорит, что в его нашем восприятии мы видим три составляющих. Первое, он говорит, что мы имеем апостолированную форму восприятия, то есть пространства. Второе, мы имеем апостолированную форму, ну, например, красная как красная, превращенные в точку. И третье, он говорит, здесь есть еще мышление. Вот это не как бы получается, это не мышление, а мышление это то, когда я говорю, что это есть. То есть, получается, по факту, у нас мышление имеет дело всегда с бытием, а рассудочное сознание, оно имеет дело с претикатами. Вот когда я рассудочно рассуждаю, я говорю, что этот микрофон черный, он имеет черные претикаты. Эти микрофона два. Опять я имею с двумя как бы сущностями, я опять нахожусь в разуме. И при этом можно о метафизических понятиях точно так же говорить. Рассудочных. Да, да, да. Рассудочных. Они думают, что у нас есть некоторые, грубо говоря, факты сознания, которые обладают всевозможными свойствами, то есть претикатами. И вот с ними делают. То есть они рассудочные, да. Они чистым рассудочным образом пытаются подойти к вещам, которыми традиционно занималась традиционная метафизика. И очень многие даже люди, ну, не знаю, можно тут согласиться с Наговицыным или нельзя согласиться с Наговицыным, по поводу того, что подходишь к человеку, всегда сразу же ему становится ясно, может человек мыслить или не может. Наговицыным говорит, что в общем-то это, в этом есть определенный рост зазор, который, во-первых, самый очевидный, мы всегда понимаем, что человек перед тобой может мыслить или человек не может мыслить. И во-вторых, он по всей видимости это пропасть, которая непреодолеваема. В чем суть и учителя, да, что можно научить иностранному языку, можно научить какой-то рубанком стругать бревно, но, грубо говоря, невозможно научить метафизике. Почему? Потому что этот вот этот зазор между рассудочной функцией мышления и мышлением, он непроходимый. Просто мыслить не мыслить. Мыслить-то, в принципе, все, но только вопрос, рассудочное это мышление или разумное. Да, ну вот мы мыслить в таком смысле, в котором мы работаем с бытием. Да. Вот если действительно Фихта, там, Наговицыным и кто-либо еще, то у нас получается, что есть некоторая спроцессиальная вещь, которая работает не с предикатами, не с соотношениями свойств, а работает непосредственно, как бы, в каком-то смысле бытие. Действительно, Фихта говорит, вот в этом простейшем акте восприятия есть и простейшая форма мышления, которая состоит не как раз ни в протяженности, ни в кривизне, ни в красноте, а в том, что предмет есть. Вот это только так. И вот действительно, на эту штуку, например, аналитическая философия постоянно попадается, потому что есть же два противоположных полюса философской одаренности, как мы знаем поменьше. Это Англия и Индия. Вот это вот такова ситуация. Потом человек может быть абсолютно успешен в какой-то деятельности, например, в физике, в математике, чего-либо еще. Он очень быстро умеет оперировать со всеми возможными перекатами, его свойствами, их отношения между собой. Быстро там в уме брать кубический корень 64, допустим, или что-либо еще. Но при этом... Вот я могу. Но при этом, при этом получается, что он не может заниматься некой определенного рода мысленной деятельностью. У меня вот есть знакомая девочка. Разумный. Которая бросила... Ну, она вышла замуж и уехала в Чили. И она в Чили там жила, в заведующей кафедре настоящий момент и так далее. И она вот говорила про окружающих челюстей, как говорит, какие-то они недоделаны. Они действительно недоделаны. Потому что мы знаем, что наш замечательный язык, что у нас русский язык... У нас домашний телефон, это непосредственно телефон к Богу. То есть наша разновидность этого русского языка, это непосредственно... Реки когда спрашивали, с кем граничит Россия... Россия граничит непосредственно с Богом, безусловно. То есть вот это некая погруженная в онтологическую сущность языка и доступность для русских и для других... Но философии-то нет тогда. Ну, как это я... Ну, это разве что... Ну, как, это уже немало. Кстати, это как раз и дает возможность по философии. То есть философия на выходе должна быть рациональной. Давайте как бы слово рациональное, это как бы еще новое слово. Ну да, давайте, да. Да, пока не будем трогать. Ну вот, такова ситуация. Просто эту ситуацию, как речь бытийственную, как речь, обращенная к бытию, и как мышление, связанное с бытием, ее надо уловить. Есть большое подозрение, что определенного рода культуру просто не предоставляют ресурсов для такой деятельности. Может быть, вот среда вот так устроена... Уловлено бытием, что ли? Да, по отношению к разговору о бытии. Вот то, что Хайдингер говорит. Обращенность в опрошении к бытию. У которых это упрошение, оно просто им как? Оно сильно подавлено, да. Оно им практически недоступно. Недоступно по неумению, незнанию или недоступно, потому что им не нужно? Ну, по культуре языку может культирируется. Вот оно не культирируется и как-то и делается. И гробит. То есть при этом они милые, воспитанные, замечательные люди. Они очень умеют делать кубический корень из 64-х, извлекать. За ним занимаются большим количеством других вещей. Могут изготовить человеку, постричь, например, в парикмахерской, так как никто у нас. А с другой стороны, может быть, я не знаю, можно ли полностью о какой-то культуре, народе говорить, где нет рационального, рассудочного мышления, а только вот... А вот я таких вот не знаю. Наверное, нет. Но, скажем, отдельная субкультура, скажем, восточная, скажем, буддийская, да, то есть нацелена в большей степени на разумное понимание, а не на... Ну, хотя, опять же, не все разделы, не все направления, течения, там есть... Я бы сказал, что в буддизме на самом деле превалили понятие сознания, поэтому там как бы мышление... Мы так говорим о мышлении, как там мышление... Нет, в данном случае мы не говорим, что сам буддизм о себе говорит и чем он оперирует, а о мышлении, вот мы смотрим на это мышление и как мы его характеризуем. То есть вот есть рациональное, то есть есть мышление, значит, рассудочное и разумное, то мы не скажем, что это рассудочное мышление, смотря на буддизм, да, в большей степени, скажем, наш катацилицизм более... Как мы будем оценивать, рассудочное это или разумное? Ну, как мы можем оценивать? Вот это был критерий, да, а какой выбор предлагается критерий? Как вот увидеть там рассудочное... Ну, вот Игорь сказал, что предикатное, формально-логическое мышление, когда все увязывается мышлением... Есть версия, что другого мышления не бывает. Ну, вот есть версия, что бывает. Нет, опять же... И если версия точно так же отставит с позитивистами, какими-то... Да, все правильно. Аналитические философии... Да, тогда мы говорим, что в той версии, в которой не бывает, нет разницы между разумом и рассудком. Да, что метафизика невозможна. Да, и нету, и есть только рассудок, и разница между разумом и рассудком надумана. Это просто два слова для одного понятия. А можно представить, что это два понятия, два понятия, есть два разных слова для него. И просто поэтому для этого и нужно указать сферу, что сферу разума какая-то специфическая... Не обязательно сфера. Не обязательно эта сфера, она может отличаться по-другому, не по-сферу. Нет, ну мы говорим как-то. Либо есть две способности, рассудок и разум, это разные способности. Почему способности? Либо есть способность одна, и она просто... Но это не способность, почему это способности? Ну потому что, как бы, всякие разные классические философии, она апеллирует именно к способностям. Не знаю, я слышу, что пока не было, апеллирует к способностям. Ну почему это у Канта везде сплошь и рядом везде способности? Ну как-то вот... Не, ну может быть, я не против, но в принципе, как ты говоришь, это способности. У меня все-таки способности с какими-то более... И еще мне кажется, надо как бы различать разговор о словах, которые циркулируют в нашем языке, и разговор о сущностях. О понятиях. Ну и понятия потом еще и дальше пойдут, потому что понятия можно же как бы градировать и различать. А есть некие сущности, да, помимо даже, может они не имеют никакого понятия, но сама сущность, как феномен, скажем, как это есть. Что такое, как в смысле сущности, это что такое рассудок и что такое разум? Форма мышления. Есть мышление, и оно, скажем так, по-разному проявляется в разных людях, в разных ситуациях. То есть я могу себя вести и мыслить рассудочно в некоторой ситуации, а по некоторым моим поведениям, по некоторым продуктам моей деятельности можно заключить, что я разумно себя веду при развлечении разума и рассудка. То есть чисто по-внешнему, а иначе никак. То есть я могу себе представить человека, который философ, который думает, что я разумен, разумен, я такие разумные, гениальные, там мысли у меня, там такая метафизика. Но если он не написал ни одного текста, не сказал, ну это... Ну просто здесь вот сразу возникает такое дополнение. Когда говорим о рассудке, вообще говоря, рассудок возникает от слова «рассуждать». И слово «рассуждение» – это некий элементарный, рассудочный элемент. А разум, на самом деле, это нечто другое, да, и вот она как бы апеллирует некому созерцанию. То есть разум, он не рассуждает, он как бы интеллектуально созерцает. Вот как доказал возможность интеллектуального созерцания, но вот у Гегеля она уже есть, да. То есть разум скорее ближе к восприятию, то есть это какое-то другое восприятие. Мысленное восприятие, да, как бы вот есть два вида восприятия – чувственное и мысленное. А можно коротко тезис? Вот сколько я попустил тезис? Да не, просто обсуждаем. А, вопрос мы обсуждаем разум, рассудок, ченщик, да, свободным, свободным, свободным. Вот, то есть, Влад, наверное, можно сказать так, что на выходе у нас все равно получится рассудочный выход, да, то есть, ну, текстом, философским, любом, сочетом. Просто так показывает математика на самом деле, что все, что нам кажется разумным, да, и, кажется, мы, так сказать, каким-то выставленным взором там усматриваем, на самом деле может свести к рассудочному мышлению. Но математика рассудочная. Да, математика рассудочная, и все сводится к математике, вот что страшно. И логика, и сводится к математике. И все становится математикой. Значит, никакого разумного мышления, которое было бы вот таким специфическим мышлением, и отличалось бы от рассудочного, не существует. Нет, существует только по одному. А раз, вроде бы, можно редуцировать. Нет, нет, нельзя, нельзя. если бы как нет плат если бы любая физическая теория выводилась из предыдущей если любая философская теория могла быть индуцирована в другой если бы мы любую интеллектуальную инновацию могли вывести а она не приснилась нам или не пришла как-то откуда то что тогда да уже будет а да вот пожалуйста даже сильно пришла отмутся но потом вывели вот все пожалуйста все этого квантовая механика выводится из классической механики вот все тогда можно говорить что все вот эти новации это просто случайности из-за того что мы из изначально не смогли редуцирует начальник смогли логически вывести а все логически выводится водится все не выводится как не выводится в итоге как бы вы может быть долги не выводить творческим броском куда-то там устремились а потом задний что такое рассудочное мышление рассуждение это и суд какой-то мы выносим некий суд на сущем рассудочное мышление это мышление которое спешит как бы доставить достаточное основание рационализм как мы знаем это основание то есть там с какого-то с новейшего времени над нами давлеет ну по хайгеру я сейчас пересказываю его курс лекции положение обоснования над нами давлеет некий некое требование некий интерактив такой негласный над мышлением что всякому сущему вот должно быть доставлено достаточное основание и это основание понимаете как другое сущие то есть если мы допустим это можно как науки рассматривать если мы говорим про то что вот у нас есть атом вот и пытаемся понять атом да и как бы пытаемся и вот так сказать обеспечить его существования вот надежным образом мы обнаруживаем мы ищем другое суще на котором может покоиться например там мы ищем какие-то элементарные частицы паратонов нейтронов с которым он состоит и опираем атом на них вот потом нас это тоже начинает не устраивать мы ищем там из чего состоят протоны нейтроны обнаружим кларки и так далее вот то есть у нас постоянное мышление вступает в некий такой бесконечный путь рассуждения но не такого как рассуждение когда мы от неких аксиом стартовали и пришли к какому-то выводу а бесконечное подкладывание фундамента то есть мы каждый раз уходя в такую дурную бесконечность в безосновательность собственно вот это есть рационализм наверное рационализм и рассудок все таки немножко разные вещи но я не могу никак вот для себя но различить разум и рассудок не приписав ну не знаю другого способа не переписав как вот это вот стремление рационализировать все именно рассудку на мой взгляд рассудок это способ это не просто какой-то способ мысли а это мышление над которым давлеет вот этот императив обоснование а что тогда такое разум нам говорит что на самом деле вот это положение обоснования всякому сущему должно быть доставлено у всякого сущего должно быть основание надо понимать так что бытие этого сущего и есть его основание никакого другого основания здесь искать не нужно да вот сущий есть его действительным основанием является то что она существует но это это тоже это фактически речь идет о фиминологии вот мы говорили меньше понятно когда мы рассуждаем все таки о рациональном и разумном то мы о мышлении здесь какая-то специфика не просто созерцание то есть вот я созерцаю это не разумно нет ну а дело в том что очень-очень как бы трудно отделить мышление созерцание ну как это возможно сделать нет я бы различил довольно точно все-таки умышление есть какое-то движение от одного к чему-то от понятия к понятию созерцания но и понимаете есть результат какой-то мышление более того ведь как бы мы начинаем говорить про разум когда уже уже как бы на сцену вышел вот этот рацию вышел рассудок то есть может быть разум состоит в том чтобы остановить то есть не так что мы просто созерцаем да магически нет мы всякий раз подпадаем вот в эту как бы дурную бесконечность доставлением вот этого основания и разум здесь является ограничивая инстанция которая говорит стоп остановись встань на почву а можно наоборот можно наоборот то есть не обязательно искать вниз можно искать века так все это будет это тот же рассудочный ну здесь когда мы говорим о рассудке мы четко видим вот эти переходы одного к другому ради ответ также эта движением до мышление чтобы быть быть мыслим либо наверное оностью где им рассуждения рассуждение либо одно порядковые него взлéric липовер rare разум посл League усмотрение причем это может пониматься по-разному это может быть эти монологического смотреть это может быть и определенные откровения то есть осмотрение не наш усмотрение не тангим активно а там где опассивны и мы как бы получили нечто они только знания приходит к нам но можно привязать здесь нет именно движения можно привязать так тогда что у нас значит и когда мы рассудочно 2 2 2 понятия мы их связываем неким основанием однозначно и воспроизводима дар димата но если вот это понятие еще не существует скажем социуме да и когда впервые появляется надо она не может появиться рационально да разумно она может появиться только а я сути не может быть самот появится к разуме осмотрение чего-то нового усмотрение того чего еще нет пути рассудочного к чему-то нет рассудочного пути нам дается через раз можно Aquí Ahora что траваmeden просто творческая способность творческая способность она может быть и художественная и различное. Но если мы говорим о творческом мышлении, то оно безусловно разумно. А почему? Можно жалобить и носить свойства работы с прадикатами. Тогда ничего нового не будет. Творчество – это обязательно порождение нового. Творение. А из двух прадикатов соорудить третий. Это не будет творчество. Я не знаю насчет творческого момента, но как минимум, если сравнить вот это вот рассудочное мышление и вот этот разум, как я его представил, то я могу сказать, что если понятие истины и существует, то оно существует именно в том пространстве, которое мы называем разумом. Оперирует разум. Да, потому что здесь есть только понятие истинного перехода, истинности. Мы от одного переходим к другому, к третьему… Там истинность. А истинная разумность, да. Мы можем логически переходить, но у нас нет ни основания, ни конечного… И можно даже сказать так, что как только мы пытаемся вскрыть разум, понять эту истину, мы сразу получим истинность и разум, рассудочность. То есть, внести некое возражение на самом деле. То есть, с чего вы говорите, можно же и по-другому рассмотреть. Есть одна способность мышления. Нам просто своему как бы развертыванию она делится на две. Первое – это творческое, это назвать его или там какое-то там усмотрение интеллектуальное, да. А второе, на самом деле, способ – это каким способом это усмотрение доводится до всех, и так как оно укладывается, согласно каким-то правилам, да, согласно каким-то нормам и стандартам мышления. То есть, это на самом деле просто… получается, что никакого рассудочного мышления нет. Скорее, это просто способ таким упорядочить материал, который добываемый на пыль. Нет, я буду смотреть. Былат, понимаете, здесь, наверное… Что понимать подмышлением? По-вашему, рассудочно мыслит только машина. Вот она как бы… ну как? Нет, почему человек? Нет, Былат, здесь есть… Любое разумное разумное. Вводное даю. Здесь есть биение терминологическое по поводу понятия мышления. Потому что большинство людей понимают подмышлением, я сегодня проснусь, потом помоюсь, потом пойду в магазин, потом мне нужно… И вот это они называют мышлением. Да. И есть другое мышление, когда человек сидит, кусает карандаш, в голове у него вот так вот-вот-вот всё, а потом он что-то записывает. Нет, ну согласно… То, что вы назвали первое, оно тоже мышление. Ну, нет, нет, нет. Рассудование используется для того, чтобы… Нет, здесь вопрос терминологический. То есть, называть, не называть – это да. То есть, согласно большинству людей, это мышление. Действительно. Я понял… И не сискантом. Согласно большинству людей, не сискантом. Ну, может, и так, да. То есть, и в данном случае, будем ли называть это мышлением? Если мы это будем называть мышлением, тогда это у нас будет рассудочное мышление. Именно переход, фиксированный переход между некоторыми понятиями сущности. Можно словос? Коль скоро мы… Это тема как бы словарная, то я бы настоятельно рекомендовал вообще элиминировать употребление рассудочное мышление и так далее. Если мы между мышлением и рассудком пытаемся найти границу, то употребляя такой термин, мы просто будем постоянно в этом винегрите. Поэтому я предлагаю говорить рассуждение и мышление. И будет контрастнее выглядеть то, о чем мы сами говорим. То есть, действительно, можно признать, что если рассуждение и мышление… Это противоречит уже всякой классической. Нет, это противоречит. Если такую терминологию принять, тогда Булат будет право. Рассуждение – это будет всего лишь одной из форм, в которой разворачивается мышление. Да, да, все правильно. Но не будет мышлением тогда. Да нет, почему? Формы просто… Нет, формы разворачиваются. То есть, если я записал свой поток, это же не мышление, это рассуждение, это не мышление. Это продукт мышления. Но не само оно. Но, тем не менее, формы мышления, на самом деле, это единственное достоверное мышление, которому мы доверяем, на котором базируется наука, то есть то самое знание, которое больше всего для нас… Опять же, Булат, с наукой здесь есть большие проблемы. Наука выдает продукт, которым мы рационально, рассудочно пользуемся, строим дома, корабли и все, рассчитываем траектории. А наука есть еще, которая творит это. Так вот, наука, которая творящая, она не рассудочна. Ну, понимаете, это противоречит… Но мы ничего не творим, понятия не могут быть не творены. Ну как это? Мы можем только усмотреть. Они, ну, как бы, это общее место, наверное… Ну, понятно. Когда поэт усмотрел в заре нечто, написал стихотворение, это есть творение. Стихотворение. Вот. Это творчество. Любое понятие просто должно соответствовать и правильно выражать сущность, которую оно относится. Речь идет о том, что… Феномен. Ну, я не знаю, что творчество действительно вводит в заблуждение, но можно было бы так переформулировать, что есть некое логическое движение, которое с обязательностью, с внутренней обязательностью понуждает переходить от одного к другому, к третьему. И это мы понимаем под рассуждением, по крайней мере… И рассудком, да. Да, по крайней мере мы понимаем, что вот таким должен быть рассудок. Вот понятно, когда мы в реальной жизни рассуждаем, мы можем совершать какие-то ошибки, вот мы, может быть, совершенно по-другому это делаем. Но, так сказать, идея рассудка такова, что это обязательное, логически принуждающее нас действие. То есть, наверное, можно даже в большом смысле… А усмотрение свободно. Вот мы могли одно усмотреть, могли другое усмотреть. Ну, как оно свободно? Оно свободно, потому что ему ничто не предшествует. Только в этом смысле. Вот. Оно как бы не лежит на другом основании, кроме как бы… И именно в любом творчестве. Тогда у вас мышление… Аналогически свободно. В чем проблема, на самом деле, интеллектуальной интуиции? Тогда интеллектуальная интуиция или то, что ты вижу, какое-то усмотрение, они каким-то образом апеллируют сознанию. Потому что, как бы, мы, вообще, что-то сознаем вот таким способом. Да. Ну, сознаем и все. Поэтому, в данном случае, давайте не примешиваться. Ну, а хотелось бы как бы мышление и сознание различить. А то, получается, на высоте мышление в виде разума будет просто сознание. Нет. Почему? Ну, потому что усмотрение чисто… Насмотрение всего. В виде вспышки. Нет. Почему? Ну, я усмотрел нечто в лице человека, нарисовал портрет, и я усмотрел… Это не… Вот те тонкости, та улыбка, которая вот была воспроизведена, она не следовала логически ни из чего. Это вот я усмотрел, это мое интеллектуальное… Ну, художественное усмотрение. Опять же, художественное усмотрение. Опять же, как бы, апеллирует не к мышлению, да? Нет. Ну, почему? Если это сидит физик или философ, то это мышление. Но здесь, действительно, вот, правильно, кстати, сказал, очень большая проблема. Мы привыкли называть мышлением вот эти операции словесные, хотя это всего лишь отражение мышления. То есть это продукт мышления. Но, с другой стороны, если мы мышление загоним только в область разума, вне рационального, вне рассудочного, то мы о нем ничего сказать не сможем. Это нечто порождающее наше расслученное рассуждение. Нет, ну, речь еще о чем? Вот, допустим, мы взяли какой-нибудь концепт, да? Какой-нибудь концепт. И можем тут вот его на семинаре именно рассматривать, да? Можем крутить его со всех сторон, а можем пытаться обосновать, да? Вывести из какого-то там, из какой-то, не знаю, системы аксиолума, из какой-то теории, то есть найти ему место, вот. И вот это два разных подхода к происходящему. Мы можем просто, так сказать, размышлять, да? То, что вот мы сейчас, да, мы сейчас не пытаемся доказать, что вот из Гегеля следует обязательно вот это, вот это, из Канта следует вот это, вот это. А каждый держит в голове у себя некий концепт мышления, да, каждый держит, вот, и может, у нас по-разному, но мы пытаемся как-то вот это усмотреть, и это, в принципе, разумная деятельность. В чем проблема-то, которую я хотел вести? Просто никакого чистого мышления не существует. То есть вот та вот идея изначальная, откуда вы черпаете свои, как я так понимаю, интуиции этого Гегеля, и там, и Канта в том числе, что есть мышление, которое по способу своего применения применяется в своей чистоте. Нет никакого чистого мышления, не бывает его. Что такое нечистое? В каком смысле? Ну, как бы, я вот пытался, как бы, показать, да, вот в классической традиции, что рассудок и разум различаются от того, что разум – это как бы… Рассудок – это как бы применяемое мышление, как бы, условленное опытом, а разум – это чистое мышление. В каком-то смысле творчество – это тоже как бы было бы чистое мышление. Так вот, я утверждаю, что нет никакого чистое мышление, что это, на самом деле, некий конструкт тоже такой же мысленный, который не соответствует самому сущности мышления. Влад, ты сейчас ведешься очень странно. Мы же сейчас о словаре говорим, да? Да. Мы пытаемся, как бы, вести понятие. Если, как бы, разума не существует, это не значит, что мы не можем вести такое понятие… Нет. Я хотел, да, я хотел просто апеллировать к чему? Надо сначала, как бы, в сущностях определиться и без понятия. То есть слово-то подобрать проще всего будет. Нет, нет, понятие – это не слово. Но, понимаешь, сущность не обязательно существует, чтобы ее мыслить. Вот сидит человек, сидит человек, философ, да, и обдумывает некий концепт, некоторое понятие, некоторую сущность, давайте, вот что-то, вот. При этом, естественно, он ее рассматривает не одинокую, а тоже рядом с какими-то, какими-то взаимосвязями, да? Он не налаживает логические связи, он пытается как-то высветить и все. Вот он что? Он думает, мыслит в это время или что? Чем он занимается? Как назовем это? То деятельность, когда он сидит и в голове, но при этом не говорит словами вот то, что за ним, а вот просто пытается вот так. Это мышление? Мышление. Мышление. Это мышление. После этого «Ах, точно!» и начал записывать, записал. Всегда мышление относится к человеческому мышлению какого-то конкретного человека. Ну… Особенно это принято мышление. Ну… Нет, 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 нет. Было. Естественно, естественно. Мне мышление дано только как мое мышление. Дальше, дальше мы можем рассматривать. То есть я могу рассматривать мышление и нелокализованное. Понимаете, какой-нибудь школьник ему скажет, что дважды два четыре, он подумал, что это великое мышление. Для него это будет точно таким же открытием, как вы сейчас изобразите. Если он сам к этому придет, сам придет, это будет величайшее его мышление. Дальше, два четыре – это условность, это консенсус, обозначение. Да, тогда это не мышление. Ну, как не мышление? Ну, не мышление. Он точно так же, как вы-то, у него озарение будет и все как бы составляющие… Нет, у него не будет. Ему дадут… Нет, нет, на самом деле дважды два четыре – это очень глубокая, мне кажется, машина. Нет, если он… Это как утождество и даже… То есть у нас теперь получается, что и рассудок не отличается от разума… Почему «рассудок»? Мы только об этом и говорили. Но если дважды два четыре – это чистая рассудка? Нет, опять же было. Если я считаю, вот придя в магазин, так, я по два рубля две штучки куплю, будет четыре, заплатил. Это – рассудок чистый. Но если я задумываюсь, что два раза по два – это будет равно чему-то, и как это выражается через знак какой-то, если для меня это некое открытие, то это может быть некое разумное… Именно впервые. Не когда я применяю уже, а когда до меня доходит это. Тем более, когда первый человек придумал дважды два четыре – это явно разумный акт, а не рассудочный. Нет, ну вот как бы давайте как бы слово-понятие «разумный». Есть хорошее понятие, мы говорим, вот это разумно, а это неразумно. Согласитесь, что там это различие разумного и неразумного не ведет никакими озарениями, не идет речь о здравом смысле. В бытовых… Я сразу говорю, что в бытовом обращении рассудок и разум, и ум, и интеллект практически от синонима. Нет, ну я вообще про бытовые философские семена пытаюсь в себе. В бытовые он сразу отбрасывал. Как там по быту… Нет, только что прозвучало. Человек поступил разумно – это уже быт. Нет. Дело в том, что просто я имел ввиду апеллировать языку, что язык каким-то образом укладывает… Бытовой язык. Нет, язык укладывает. И мы то, что то, что говорим, это разумно и другое неразумно. Давайте просмотрим в языке. Какая интуиция? Хорошо. Слово «разумно» апеллирует некоего-то целостности, некоего-то гармонии, некоего-то вложенности одного в другое и соответствия. Согласитесь, что когда мы рассуждаем, мы не ловим какой-то… Да, да, да. Влад, я продолжаю. В языке у нас, когда он поступил рассудочно, это рассудочный человек, и он разумный. Разница есть. То есть рассудочный, четко по правилам всегда поступает, берет выгоду там свою какую-то… или практическое что-то. Он рассудочный человек. Принципе так. Прежде всего формально. Действительно по правилам. Действительно по правилам. Рассудочно, да. Когда мы говорим, ну он разумный. То есть это разумный поступок. То есть он, может быть, пренебрел какими-то правилами, он нарушил что-то, он не соблел выгоду, все, но это вот… это поступок. Разум – это именно то, что нарушает правила. Пока правила не нарушены, мы нигде не обнаружим разумность. То есть не разум нарушает… Да, нарушает… Естественно говоря, и сам рассудок, и логика, и все вот эти прагматические инструменты, и деятельность сама – это есть порождение разума. Это его результат, плод. То есть разум построил такую машину – рассудок. О! Заметил, что какая-то последовательность действий имеет место быть или должна соблюдаться, и пошло, поехал, 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 поехал. А рассудок способен… он ограничен именно своими… ну, как любой станок, своим железом он ограничен. А разум – это вот созидающий творческий инструмент, порождающий всю эту рутину, формалистику и весь этот быт и прозу прочего. Тут, кстати, Константин задумал интересную тему, о том, что разум – это один. То есть рассудочных видов мышления может быть много. Ну, скажем, схем рассудочного поведения… И логик. Логик может быть много. Правильно. А разум может быть только один. А разум только один, потому что как только мы пытаемся его раздвоить, он превратится в рассудочный. Да. Потому что тут вот… и, собственно, как бы… Тому, что разум один, иногда в теологии как раз указывают на то, что есть Бог, там есть какой-то высший разум, да. Потому что как-то все устроено гармонично, да, как-то все построено… Какие-то законы, как там… Есть какие-то… Возвращаясь к вашему нелокальности, то есть именно когда мы говорим о рассудочности, то есть мы понимаем локальные действия конкретного человека, это локальные операции, и они приписываются ему. Когда мы говорим о разуме, мы очень часто говорим, откуда-то… Это что-то непонятно откуда, это не мое, это мне только спустилось. И чаще всего человек, который делает некую интеллектуальную инновацию, разумно что-то производит, он является лишь каким-то, ну, проводником этого разума, а не как бы вот собственным. И потом еще в обучении можно… Рассудочным операциям можно научить любого, а разуму научить нельзя. То есть вот у нас группа есть физиков, теоретиков или философов, учи, не учи, все равно, дай Бог, один из них может сказать, что он будет иметь какую-то причастность к разуму. Не обладь разума, а причастность к разуму. Слово опять хорошее – причастность. Причастность, да. Вот мы теперь как бы попытались каким-то интуитивным способом сущности описать. Теперь мышление направлено вот на эту целостность, да, которую никаким обучением не достигнут, и является в нашем смысле разумным, разумным мышлением. А то, которое формалистическое мышление, оно рассудочное. То есть… Вопрос – называть ли его мышление? Да, называть ли его мышление – тоже интересный вопрос. То есть как бы исходя из сущности, как феноменологически, мы понимаем, что такое разум и рассудок. А не наоборот, исходя из понятия придуманного, да. Мы придумали себе, как мы употребляем этот термин. Поэтому получается, что язык здесь правдивее, да. Вот он как бы указывает… Мы же говорим разумно, и этот термин для нас естественный. И мы, исходя из языка, из вот некого рода употребления этого термин, можем понять, что такое разум. Наоборот, обратным способом. И у нас получается, что большинство населения неразумно, а рассудочно, да. А в лучшем случае рассудочно? В лучшем случае. Человек называется «человек разумный». Ну, а это… Рождаются все разумные, поэтому они вполне в голове воспитания образованы. Да нет, я не соглашусь в том плане, что, может быть, так оно и есть, да. Но, с другой стороны, всегда есть миф вот этого доброго дикаря, вот, который как раз очень разумен. Ну, или какой-нибудь, там, крестьянин, там… Который правила и не знает. Да, который не способен на рассудочное мышление, вот. То есть, на всю эту оперативную деятельность, но при этом он вот именно разумен, да. То есть, в восточном смысле, то просветление достигает очень много людей, которые постоянно делают какое-то дело, как медитацию, и достигают просветления быстрее, чем те, которые практикуют йогу или еще что-то. То есть, это такой вариант, да, вот, мудрости… Ну, нельзя ведь сказать, что человек, который не практиковал его йогу и не достигал просветления, он неразумен. Вполне разумен? Нет, ну, разумен, да, возможно. Есть разумность проявления европейской, она проявляется в неком формальном творчестве, то есть, ну, в продуктах каких-то. А восточная разумность больше проявляется… И там тоже, казалось бы, в том же самом появляется разумность. Ну, там продуктов нет, нет продукта никакого. Ну, это же необязательно. А мы еще начинали… Нет, почему? Там поступки как-то. Ну, поступки, продукты… Мы еще начинали говорить, что есть еще слово «интеллект». Да, со словом «интеллект» там, на самом деле, как бы, есть же слово «ум» еще, да, «муз». Ум. Интеллект. Просто это латинизированное, это того «нуз», да, это «ум». Нет, ну, есть, скажем, в русском языке мы ум и интеллект включаем все-таки, это разное. Да, да. Вот. А ум… Ну, интеллект… Это вообще-то латинский… Ну, да. Ну, в русском языке интеллект звучит как некая оснащенность, да, вот действительно, какая-нибудь так. Прямо машина, причем не собственно машина рассуждения в действии, а вот оснастка такая. Профессиональная готовность, да, такая оснастка. Поэтому можно сказать, что человек вполне разумен любой, но поэтому он является интеллектуальным. Не то, что высоким, просто никаким. То есть не каждый обладает высокоразвитым интеллектом. Но каждый человек разумен. Каждый. Еще и нескольких людей. То есть интеллект – это все-таки степень ума или степень… Ну, то есть некая оснащенность, скажем, опытность некоторая, профессиональная. То есть это некая профессиональная подготовка такая. То есть все обладают мышлением, но не все обладают высоким уровнем мышления, как интеллект. Как интеллект. Ну, интеллект. Я подумал, что они из разных вещей. Игорь, вообще так же все обладают мышлением, но не все обладают умом, да, там… Умммм… Уммм… 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 У меня просто сначала про мелочи. Вот это вот человек разумный – это же homo sapiens, а sapientia – это же неразумность, в нормальном смысле говоря. Это не разум, не рассудок, это то, что передается словом «мудрость». То есть вообще говоря, человек разумный – это человек мудрый. А это какая-то совершенно другая… Нет, ну в данном случае идет отличие от биологической и небиологической. Поэтому это не стоит ориентироваться на homo sapiens. Нет, это не хорошее замечание. Ну да. Неразумная мудрость, да? В точке слова… 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 На пути… Нет, я тебе только… Ну то есть он еще лучше. Поэтому я и говорю, что… Настой человек он еще лучше. Мало того, что он любой человек разумен, но он еще и мудрый. Каждый. Вот. Пусть на своем уровне. Вот. И я иду по нерскому и встречаю просто мудрого бомжа, который вот знает свой мир как пять пальцев вообще просто. И он в нем прекрасно себя чувствует. Он прекрасно чувствует… А вот в этом смысле тоже что ли мудрый? Он уже знает свой подъезд там, свои заколунки, подвалы… Нет. Мудрость еще подразвивает все-таки некую… Мудрость это… Не даже действенность своему быть, а еще некую интенсию, еще… Может быть вермализацию даже. День этического здесь присутствует мудрость. Да. Всегда в этом понятии. А по поводу рассудка и разума, мне вот что здесь досадно упустить, что, кажется, не звучало совсем. По-моему, важно. Не могу сказать, кому именно из философов восходит это различие, но есть такой аспект, что рассудок – это наша способность апеллировать некоторыми конечными определенностями. Судя по Канту, конечно, это прежде всего те определенности, которые нам даются через форму чувственности. – Ну, это, наверное, гибель. – А разум при этом – это та способность, которая работает с бесконечными определенностями. И вот пример Игоря по поводу того, что разум… ну, в терминах фихте – это, конечно, мышление. У него мышление, да. То, что стол передо мной, то, что стол, я понимаю, как отличающийся от меня, как некоторый внешний предмет. Так вот, вот эта самовнешность предмета – это дело рук мышления. Именно оно, как бы, трансцендирует все это содержание вовек. То есть, придает ему статус бытия, весьма определенного бытия, в данном случае, как вот внешне положенного. Могут быть другую форму бытия, сугубо идеального, когда сидит, действительно, какой-нибудь кантор и думает про множество. Он же про них думает не в том смысле, что столы и студии, а бывают множества. И он ясно понимает, что множество – это сугубо интеллектуальный предмет. – Но при этом конкретное всеобщее, можно так было бы по-гибельски сказать? – Ну, наверное. Наверное. Ну, я только хотел сказать, что здесь, как бы, есть вот это важное развлечение, да, что рассудок всегда апеллирует с некоторыми весьма конечными сущностями, предметами, предикатами, чем угодно, а разум с бесконечным. То есть, разум задается вопросом, а есть ли, а справедливо ли, а что есть, там, я знаю, красота. Не в том смысле, что отличить красивую девушку от некрасивой девушки, а в принципе, что есть красота. И это, кстати, дает ему возможность, дает ему возможность в каких-то конкретных случаях. И это, кстати, интересный парадокс. Потому что, когда вот вы приводили пример, что бывает такой момент, что человек поступил разумно, и все признают, что это, как сказать, ну, это не его персональная разумность. В этом есть какая-то, в высшем смысле слова, объективность, всеобщность какая-то. Вот. Это довольно парадоксально, потому что, видите ли, такой, это же всегда какой-то весьма конечный поступок, конечное суждение, да. Но человек может произвести такое конечное суждение, которое, казалось бы, по определению может быть только рассудочным. Но если он его производит на основании вот этого своего разумного вопроса о том, например, что есть справедливость как таковая, только после этого он в состоянии вынести действительно справедливое решение. И тогда он как бы вот с рассудочной точки зрения он поступает весьма парадоксально. Например, там, ну, извините, из сериала, да. Против президента США есть такой внутренний заговор. Там его вице-президенты, члены кабинета хотят его скинуть. Вот. Находится формальное основание, и в какой-то момент на сторону заговорщиков становится глава администрации президента. То есть, вообще, говорят, вот его просто правая рука по всем вопросам. Вот. Начинается, собственно, сам конфликт, который через несколько часов разрешается в пользу президента, он как бы побеждает. И что он делает? Он не принимает отставку ни одного из заговорщиков. Вот там вице-президент, члены кабинета министров, вот все эти люди вот хором говорят, ну ладно, извини, раз мы против тебя взбунтовались, давай, принимай нашу отставку. Он говорит, нет. Всем сидеть на месте и работать. Потом разворачивается к этому своему заместителю, главе администрации и говорит, а ты? А ты пошел вон в отставку. Парадоксально, потому что эти-то вообще, они сознательно пытались его скинуть. А его заместитель, глава администрации, он как бы, он не хотел его скинуть, он просто думал, что так будет лучше. Это как бы для общего блага. Они исходили вообще из шкурных соображений, а он исходил из соображений общего блага. Но, тем не менее, президент говорит, что нет, а вот разумным будет, если я этих говняков прощаю, а ты пошел вон. Почему? Потому что, ну вот для него было высшей справедливостью, нарушением высшей справедливости для этого президента было то, что нарушен был принцип личной лояльности. Вот все эти замечательные персонажи из администрации, они не обязаны были быть лично лояленными, а глава администрации обязан быть лично лояленным. И то, что он это переступил, вот все, за это ты, парень, я думаю, это не принцип высшей справедливости, а принцип политики. Ну, только в этом он и состоит. Ну, не важно. Я только хотел сказать, что, опираясь на какое-то специфическое решение вопроса о том, что такое высшая справедливость, президент выносит решения, которые всеми воспринимаются как удивительно разумные. То есть рассудочное решение было бы, естественно, уволить противников, а разум – это некая вот… А он поступил наоборот, он поступил наоборот и превратил всех своих врагов просто в своих, так сказать, лояльных сотрудников, вот, а единственного близкого друга из всей этой конторы просто выгнал. – Я хочу, вот Игорь натолкнул на хорошую мысль, все-таки реабилитировать обыденное мышление, то есть, что оно все-таки мышление тоже, формально чисто. Как мы можем терминологически рассуждать? У нас есть деятельность с вещами, различные деятельности с вещами. Рубить дрова, готовить еду – это один уровень деятельности. Есть другой уровень деятельности, когда мы оперируем не вещами, а терминами, скажем, понятиями. Ну, кто термин, кто понятиями. То есть, вот, математики – мы не оперируем вещами. Физики, решая уравнение какое-то, мы не оперируем вещами. То есть, это у нас, если мы не назовем это мышлением, то у нас не будет названия, что же это такое. Когда я в уме считаю 2G, 2, 4, там все такое, что я делаю? Я занимаюсь некой деятельностью, я оперирую чем-то. Какая? Профессиональная деятельность? Нет. Все профессиональные. Нет. Деятельности все профессиональные. Но не про это. Мышление сюда. Так нет. Нет. В том-то и дело. Нет. Да нет. Есть понятие, то есть, есть ваше представление о мышлении. Мы уже с ним согласились. Что? А я говорю, у нас есть, значит, если это назвать мышлением, это материальная деятельность, а это как назвать? Каким словом назвать деятельность, когда я в голове совершаю логические операции с чем-то? Рациональные, рассудочные операции. Как мы это назовем? Как мы это назовем? В любой области. Профессионально, непрофессионально, как угодно. Еще раз, может, последний вопрос. Как мы назовем деятельность, которую мы совершаем в голове, рациональную деятельность, рассудочную деятельность с некими объектами, находящимися у нас в голове? Мышление назовем? Рассудок? Почему нет? Нет. Рассудок. Не мышление. Рассудок. Я бы назвал это интеллектуальная деятельность. Ну, это не всегда, когда сидит человек и думает, что я завтра пойду на работу, это не интеллектуальная деятельность. Нет, это нет. В быту мы называем это мышление. Издвигает корни. Нет, нет, я говорю, любые операции. Я говорю так, рассуждением. В любые. Не рассудкам, а рассуждения. Рассуждением. Внутренним рассуждением. То есть если вербально, то есть если не вербально. Рассуждение, да? Все эти вещи программируются и компьютеры. Это понятно, что это из него в... В каком-то смысле, в каком-то смысле может быть, нет никакого внутреннего и внешнего рассуждения. Может быть, рассуждение возникает там, где нам недостаточно просто что-то как раз усмотреть, а где мы уже, исходя из своих каких-то установок, начинаем к самому себе как другому сообщать. То есть мы рассуждаем, мы доказываем что-то, мы самому себе как другому высказываем вот этот смысл, разворачиваем. То есть мы перед самим собой, как перед другим. Вот у нас очень большая проблема, действительно, с понятием мышления. Очень большая проблема. Потому что в языке любые рассуждения внутри головы и любые, все, что мы называем мышлением. А наоборот, когда человек вот просто сидит в пустоте и якобы рассудочно там оперирует. А, я немножко не договорил. У нас есть, значит, оперирование конечными понятиями, какие-то. Вербально, невербально, мы им оперируем что-то. И есть оперирование бесконечными понятиями, бесконечными сущностями. Бог, дух, разум, метафизика, метафизические. То есть разница вот есть оперировать, скажем, числами и оперировать философскими понятиями. И оперировать не в смысле, если я там возьму абсолют и поделю его там на сущность. А вот именно когда... Так ведь все и философствуют, правильно? Так ведь все и философствуют, правильно? Нет, я не беру вот этот вариант. То есть у нас есть оперирование вещами. Вот я оперировал, деятельность какая-то. Оперирование конечными понятиями, чуть ли не бытовыми. Вот что я завтра буду делать, вот я решаю, что я буду... А если я скажу туда, потом это, нет, я потом это сделаю, потом это сделаю. Вот, и есть высшее оперирование бесконечными понятиями, метафизическое. Вот, то есть с этими деятельностями понятно, с нижним, а вот с этими двумя слоями. То есть Константин предлагает, и мы тоже сходимся, что мышлением называть только вот то, а вот это не называть мышлением. Но в быту, в быту называют чаще всего мышлением именно вот это, а то не называют мышлением. Так мы делим только по тому, над чем мы размышляем. То есть сам механизм одинаковый. Нет, чем мы оперируем. Да, я понимаю, но я и говорю, что, грубо говоря, мы пытаемся, по крайней мере, в том высказывании, которое вы предложили, когда мы пытаемся разделить оперирование бесконечными и оперирование конечными, отличается только тем, что мы оперируем либо на бесконечными, либо на бесконечными. Но сам механизм и там и там одинаковый. Нет, когда мы конечными, мы все-таки пользуемся готовыми схемами и опираемся на логику. А когда оперируем бесконечными, логики нет? Нет, там невозможно. Там антиномии сплошные возникают. Нет, потому что эти антиномии возникают только потому, что мы оперируем как раз с точки зрения логики. Нет, как только мы там применяем логику, возникает антиномия. Но это не означает, что мы при этом мыслим по-другому. Мы так и мыслим тем же логическими понятиями. Если мы перестанем мыслить логическими понятиями, мы вообще ни о чем мыслить не будем. Нет. Мы будем находиться в состоянии созерцания. Вот второй вариант, противный Константину. То есть есть вот это мышление, а вот это только логическая операция мышления. То есть когда мы пытаемся размышлять над бесконечно мирными понятиями, мы просто можем их только созерцать. Мы с ними работать в принципе в той логике, в которой мы работаем, не можем в принципе. Конечно, не можем. А если мы просто созерцаем, то там и действия никакого нет. Есть деятельность. Просто созерцание не ведет к деятельности. Есть деятельность. А в чем заключается? А ты посидишь вот так вот, посидишь вот так вот, посозерцаешь и выдашь результат. Есть вопрос так, что я могу сесть, доказать теорему, доказал, доказал, выдал результат. Я могу пооперировать бесконечными сущностями и тоже выдать результат. И то будет деятельностью, и это будет деятельностью. И везде есть результат. От чистого созерцания результата нет. Но там тоже есть результат. Какой результат мы можем вывести из чистого созерцания? Нет, она не чисто сердца, это оперирование бесконечными сущностями. Есть оперирование. Если мы оперировали бесконечными чувствами бесконечными понятиями, то вопрос заключается в том, как мы им оперировали. О, вот никак. Если мы этого сказать не можем, значит это разум. А можно еще замечание сделать? На самом деле здесь еще никто не говорил, что язык нас заставляет об этом рассуждать. Дело в том, что я всегда боялся философии и субстантивации каких-то деятельностей. Допустим, слово «бутие» это на самом деле не что-то, как субстантивация какого-то деятельности. То, что называется существовать, глагол существовать. А вот разум и рассудок это субстантивация некого родительниц, которую мы называем мышлением. И вообще каждый раз на самом деле мы всегда стремимся на разговор. И как мы называем «бтие», «субстанциация» и «деятельность»? Существование стола – это его деятельность? Да, он деятельно существует. Он существует, в смысле это глагол. Когда мы говорим «стол существует», мы говорим, что о столе, что у него есть некого рода отношения к деятельности. В языке есть глаголы, которые выражают деятельность. Есть существительные, которые выражают сущность. Действия. Действия и сами вещи. Так вот, когда говорим «стол существует», мы говорим о том, что некого рода вещь имеет отношение к какой-то деятельности, которая называется «существовать». Я уже сейчас не буду обсуждать, что это за деятельность. Но у нас есть как бы в философии субстантивация этого глагола, в виде бытия. Точно так же, на самом деле, когда мы говорим о разуме и рассудке, это есть и что-то, как субстантивация деятельности мышления. И, может быть, надо поставить под вопрос вообще эти темы. Ну, когда говорят «разум», представьте, какой большой мозг. Чему приводится субстантивация глагола «быть», «существовать»? Она приводит к теологии, к Богу и прочее. Потому что «быть» оказывается, это единственное существительное, которому нет противоположного. И все существует. Ну что, вам подводить? А субстантивация разума и рассудка, возможно, тоже приводит к каким-то парадоксам. Такие парадоксы, как у Канта. Там всякого рода антиномия и прочее. А если мы останемся только просто на деятельности, если мы всегда будем, говоря о мышлении, понимать не по роду нашу деятельность, то, может быть, мы не будем впадать в такого рода проблемы. То есть, отсюда что, всегда действовать, исходя из сущности. Как-то наша деятельность, мышление, направленное на нечто, что мы назвали его разумным, это можно как бы пометить для себя в виде разума, но на самом деле этого слова не нужно. Это просто деятельность направлена на один феномен, деятельность направлен на другой феномен. Деятельность направлена на какие-то подсчеты, на какие-то формалогические переходы, там у заключения суждения это как бы деятельность можно было бы назвать кавычках рассудком хотя зачем это нужно если это одна и та же деятельность мышления мне кажется тогда тут возможно как бы сразу все встанет свои места просто и разум и рассудок как ненужное существо у них странятся нет понимаешь в чем дело не только предмет может быть раз но не и цель как бы причина много есть целевая причина по что уперся где границы между разумом рассудка зачем я за то что там не только предмет различается но и цель и цель может различать но деятельность одна и та же одна и та же деятельность направлены на разные феномены разные сущности нет все-таки мы сколько обсуждали обсуждали и выяснили что рассудочные операции никак не могут свести к разумные операции не могут свести к логическим понять что замечено слово операции да и там и там операции ну оперирование операции действия деятельность вот что-то угодно только направленность на феномен то есть нет 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 не не направленность айна способ я бы сказал так что надо указать это вот уже повелевать рассудком интеллектом там и прочими видами деятельности а разум это то что повелевает на способны можно я отвечу когда я оперирую с черточками разной с линейкой и провожу вы рисую треугольник вот это одно другое дело я беру те же линии и с помощью них делаю шедевр художественный я оперирую одними теми же предметами но при этом это можно сказать это чисто рассудочная деятельность построение треугольника а художественная деятельность я не назову это разумные но все равно это совершенно из другого точно также в мышлении одно дело я оперирую формально логическими объектами из с предикатами играют это одно другое дело что я и при помощи каких-то там чего-то и бац у меня прозрение прозрение вы новый форма а еще тут просто вот смотрите вы когда рассказывали про субъект и объект раз получилось так что как бы все объекты и мысли объекты и чувства объекты а почему же здесь у вас друг очень хитро стало что оперирование вещами отличается от оперирования мысли форме сейчас включая никак не отличается нет я бы те же самые по разному оператор я то что показал вот оперирование линиями и линиями с одной стороны между геометром и художником что конечно объект хорошо а вот разница между допустим моим чувством нужно грусти и и грустью другого человека то что-то я наблюдаю за грустью другого ваше чувство грусти для меня не объект моё чувство грусти для меня я что-то вижу объектом является изменение мимики слеза объект методологический кружок руководством этого чедровицкого у них на самом деле интересно там есть как бы определенного рассуждения они наберут мысли как мысли вещи ну ведь обводник у них все вещи понимаете их же искать и даже с самой терминологии явствует что оперирование мысли вещами и просто вещами тоже оперирование и они более того были мысли для того придуманы чтобы не вещи передвигать а вместо них знаками оперировать понимаете это некого рода наше приобретение который делает нас свободным но на самом деле можно было точно также перемещать вещи но одно дело вещи взять булыжники и выставить мостовую а другое дело взять камни и устроить сад камней и то и другое оперирование камнями и но при этом сущность деятельности принципиально разная нет это все одно и то же у нас сейчас вот когда александр заговорил про манипулирование линиями как геометра и рисованием шедевра я вот сижу и думаю ну как бы как по школьной альфметики я могу решать задачи как бы постоянно с вероятностью ну сто процентов 2 плюс 2 я сложу я это могу делать всегда постоянно это от меня зависит а вот шедевр ну как бы сколько я не хотел бы его нарисовать я его не нарисую пока что-то не произойдет где-то и как-то и и поэтому эти деятельности потенциально различны потому что манипулировать этими самыми объектами в голове как мыслями и рассуждать строить цепочки я могу сколько угодно сознательно воспроизводима воспроизводима а нарисовать шедевр усмотреть в закате какую-то поэтику но не получается это когда тогда по замещание следующего характера мы различаем рационально еще и рационально как раз вот все что вы говорите из и рациональ и разум и рационально это дополнение это есть рационально получается как когда пищит мистической какой-нибудь там не знаю чувственное то есть тоже как бы и рационально от и рационально который очень-очень очень-очень лико 30 я очень-очень лико отличается просто понимаете когда вы какие-то вносите определение как от которой является отрицательным да но и рациональные много всего и рационально в каком смысле разум и рационально ну это кто-то в том смысле что не воспроизводим однозначно не воспроизводим вот в этом смысле то есть рассудок воспроизводим однозначно рассудок рассудку обучать можно обучены рассудочным действием всегда их повторит повторение рассудочных операций никогда не будет ущербно а разум не воспроизводим не обучаем, иррационален. И именно один, потому что он невоспроизводим. Вот то, что воспроизведено, может много, множество. Здесь вполне все логично. Пока. Нет, давайте закончим. Я и говорил, нажмем стоп. Нет, я могу подвести. Это как гармоничное. Да, я подведу итог. То есть у нас все равно к единому мнению мы не придем, и его не нужно иметь в данном случае. Естественно, что каждый будет пользоваться своей терминологией. Кто-то будет расширять мышление на широком мышлении, как все оперирование понятиями и рационально-иррационально. Кто-то будет сводить только к иррациональному, к разумному. Это не важно, потому что важно в начале текста написать. Я подразумеваю то-то и то-то. И тогда проблем не будет возникать. Но единого на всех никогда не будет. Единственное с самим собой бы найти. Вот. А с самим собой вроде бы... Противоречить цели словаря. Цель словаря как раз состоит в том, что все-таки обозреть все... Нет. Все обозрели. Перечислили все. Нет, перечислили. Да, словарь должен перечислить, что пункт 1 в таком смысле, пункт 2 в таком смысле, пункт 3 в таком смысле. Словарь у нас есть. То есть мы зафиксировали несколько пунктов. Зафиксировали. И словарь именно... В чем задача? Максимальное количество этих разночтений. Ну, еще как-то структурироваться. Ну, структурировать... В таком-то контексте упоминается так, в таком-то так. В таком-то контексте это синонимы. В таком-то контексте в широком смысле понимается, как любое оперирование понятиями, терминами внутри головы, в узком смысле, как мышление понимается, как то, что продуцирует рассудочные рассуждения. А рассудок у нас воспроизводим, логичен, формален, доступен практически обучаемо каждому. Разум един, нелокален, нелокален. И механизм его недоступен, иррационален. Ну, вот так вот нужно.